часть своей жизни я работал переводчиком именно хотя как бы свободное время я занимался и литературным периодом я переводил рильке рельки гнарого рельки да у меня есть хороший учитель владимир мякушевич может быть услышали да 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 это мой конечно мы я у него как бы прошел курс был вхожьего дома его тесно литературный кружок от под его под его руководством талантливого сказать во мне открылась эта сторона период перевод поэзии хотя опять же говорю поэтом я си не считаю на мой взгляд поэзию может переводить только поэт согласен только поэт и причем как это кстати слова в розу хору да кстати слова слова мякушевича он сам сказал что перевод на самом деле это эта фикция перевода как такового нет то есть человек должен поэт должен восприять душой и сердцем то что сказал его его коллега по цеху так сказать надо не обязательно может его современника там могло быть три четыре пять шесть семь восемь десять веков тому назад он должен воспринять это сердце и вот это эхо должно но отозваться и выдать что-то новое свое отозваться в нем в его сердце и он должен вот это перевод но это такое искусство которое владеет буквально единицы я вспомнил вот вы назвали ахматову я вспомнил ахматова когда они давали печататься все это почти всю ее жизнь уже в предсоветской власти она занималась переводами чтобы нас вы подбрасывали работу чтобы она подрабатывала вот она перевела корейских поэтов и ей говорили анна андреевна ну как это же можно вы же не знаете корейского языка она действительно не знала ей сделали подстрочный перевод но вот тут сработало то что вы сейчас сказали очень точно эхо вот этих корейских поэтов 15 там века вдруг отозвалась в ней через этот подстрочный перевод она уловила как настоящий большой поэт о чем колебания нюансы которые словами не пересказываются вот именно колебания вы правильно молодец колебания вот эти воздухи идущие она уловила и передала своим русским языком просто великолепная корейская поэзия я могу это даже знаете как еще это можно образно честно изобразить это так как на играется как эта вещь на фортепиано музыкально и это же вещь играется на скрипке да она звучит та же самая вроде в мелодии правильно но как она по-другому звучит да да другие какие-то нюансы поэзия и хорошая проза это что тоже музыка на самом деле поэтому тут же действуют те же законы для меня в литературе раз мы заговорили мы начали с вас закончили литературу это хорошо потому что вы представляете ее в этот момент в литературе для меня и в музыке очень важно настроение если вы передали настроение которое вас в композиторе если вы передали настроение вашей души состояние состояние вашей души то человек слушающий вас он поймет и будет сопереживать вам он ощутит вот эти вещи которые как вы назвали колебания он ощутить силы этого эфира мирового эфира а скажите юрий владимирович я знаю что вы человек верующие и я знаю что вера для вас слово не просто формальная вера для вас глубокое такое личное чувство и расскажите мне не мне расскажите может быть людям нашим что это такое для вас вера в бога и может быть как вы пришли к этому состоянию вашей души но надо сказать что шел я богу очень долго как бы он много раз мне подавал сигналы до знаки указывал направление но я как-то может быть не считал себя достойным как бы ни странно звучит то есть меня я хорошо помнил первое как когда впервые столкнулся как непосредственно с со священниками это было в мои еще студенческие годы я учился в киевском институте иностранных языков а свободное время я подрабатывал было такая было коберу международной международного туризма спутник а такой младший брат и турист да да вот я в этом беру вы еще будучи студента подрабатывал я хорошо помню это был 1970 год это вы помните отмечались это крупное столетие ленина и в этот момент я приезжаю в брест значит мне 23 года еще тоже не до 3 год 22 года я встречаю на границе в бресте я встречаю на автобусе прекрасном автобусе приехала группа я только в этот момент узнал кто это такие оказывает и приехали евангелисты баптисты из западного берлина немцы немцы до западного берлина и у них было путешествие по россии то есть они должны были проехать из бреста минск из минска в смоленске смоленск в москву из москвы в новгород потом санкт-петербург он тогда еще ленинград и потом они уезжали в финляндию и вот тогда впервые я собственно говоря увидел в живую людей о которых только слышал по наслышке где-то в те еще годы как бы церковь мы еще обходили стороной не потому что мы боялись чего-то просто как бы это не было частью нашей культуры в те годы еще это было что-то такое далекое еще от нас но вот эта первая встреча на меня произвела впечатление потому что хорошо помню мы попали в москву в москве мы были в этом знаменитом доме на старой площади а это центральная по центральная да и там большая надпись бог есть любовь есть любовь это я запомнил конечно навсегда и естественно я будущее воспитан я закончил суворовское училище и поэтому нас особенно сказать кадеты вы были как по куприну то есть для нас это было как бы атеизм это было на обычно нормальная форма атеизм для вас религии мы все вода мы все восприняли вот эту очень простую формулу что а пиво от религии это опиум для народа вот это нам очень четко уложили это очень четко сработало как это работает любая форма краткая и ясно вот и поэтому мы соответственно так и относились к этому когда я увидел впервые совершенно нормальных людей что они не были одеты как у наш притч одет обычно такие вряд ли тогда обычно же все в гражданстве на были и я впервые совершенно симпатичные милые люди которые говорят о боге я задумал на что то что то есть что то есть что я не знаю чего я не знаю это был первый знак там было еще несколько знаков как бы меня как бы все время направляли смотри учись но что я помню они подарили мне библию причем библию на русском языке чем это библию я хорошо помню на границу не конфисковали но какую-то он лично пастор по одну заставил себе как в личный экземпляр я тоже библию когда мы уезжали их провожал мне подарил эту библию тогда я впервые открыл библию и посмотрел она была на русском специально не так и они еще подарили немецкую вот как бы я начал сравнивать вот тогда я впервые как бы заинтересовался этим впервые узнал язык библии был первый шаг приближения менялась в библии ветхий завет и новый завет меня как ни странно мне ближе ветхий завет не знаю почему хорошо хорошо это корни дерево на котором вырос новый завет ветхий завет это корни поэтому вам очень хотелось изучить эти корни да эта история такая история человечества а история всегда была моим коньком история на мой взгляд это я все представляю историю знаете как вот опять же я люблю какие-то образы я истории себе представляю как вы едете в машине это зеркало заднего вида вот если вы уберите из машины зеркало заднего вида его сразу почувствуете какую-то неуверенность всегда вы когда есть вперед вас сюда одним глазом смотрите назад очень хорошо понимаете и вот так я себе представляю историю и поэтому и поэтому история для для меня это очень важно как бы на все история собственно говорили литература это тоже история просто в литературной обработки как у меня все история и даже любая скажем любой произведение искусства это тоже история эта история любви трагедии хотя она вымышленная то что мы называем фикшен вот но это же это фикшен придумали живые люди юрий владимирович но все-таки продолжим как бы наш предыдущий вопрос каков же был ваш путь к богу расскажите о своем пути ну как я уже говорил действительно это получен длинный такой я бы сказал тяжелый путь уже были испытания были испытания каждый раз мне был мне как бы давали выдавался знак ну когда же наконец даже ты мест поймешь что вот пока ты не сделаешь этого твоя жизнь не изменится а я все надеялся когда проскочить так бывает